Сейчас подождем. Авария. Ну ладно. Добрый день. Здравствуйте. Слышно все, да? Ну сейчас вы меня узнаете, Игнат Ильич Ильич. Ну слава Богу. Спасибо. Спасибо. Только что слушала ваши утренние записи. Ну? Вы там про Шамиля и государя хорошо отзываетесь. А о ком? Шамиль и государь. Какое письмо Шамиль написал государю? Ну это Шамиль главный, который войну вел на Востоке. Да, да, да. Это просто пример того, как люди разных религий могли искренне дружить друг с другом. Да. А не враждовать, как сегодня. Сегодня это очень актуально. Поэтому вы вовремя всем напомнили. Как у вас поездка будет или нет? Куда? Вы добивались поездки в эту опасную зону, где там ИГИЛ? Нет, ответа нет. Пришло благодарность из Министерства иностранных дел. Поблагодарили за патриотическое понимание. Ну и все такое. Но ответа больше не было. Мы молились. С патриархией, как всегда, ничего не поступило. Я хотел, написал уже почти письмо, чтобы походотайствовал за меня Рамзан Кадыров. Но отправить не мог. В этот день у меня получилось, я повредился и потом стал молиться и все время рука не движется дальше. Не могу ничего сделать-то. А тут на него сильное нападение и обстановка изменилась. А мне сказали, не надо ничего делать. Ну я так остановился. До сих пор остановились? Да, до сих пор стоит на месте. Ведь каждый день все меняется. Да, от меня это не зависит. Я показал, где стали обвинять, вы пиаритесь, там разную пакость и писать. Но это как всегда, да. Вы к этому привыкли уже. Ну мне-то это не... Для вас это норма. Да. Но дело в том, что мы дали знать, что существует особый способ, вот как с Шамелем было, любовью переломить кости. Может быть, какое-то время пройдет и надо еще попытаться. Но дело в том, что тут изменения получились на политической арене. Главная сила Россия вывела оттуда. Самолеты, бомбардировщики, Путин оттуда все вывел-то. Я-то просился пойти на самый передний фронт, где идет бомбежка, где убивают их. Я туда просился-то, а не просто к ним. А теперь у них только где-то точечные удары ведут, а остальные, это другие группировки, они пошли на перемирие. Их теперь они не трогают. Там идут выборы. Обстановка сильно изменилась, и поэтому я почти там сегодня даже не стал бы писать об этом. Я шел тогда, когда была критическая обстановка. Понятно. Спасибо. Объяснили. Так. У меня к вам один вопрос по поводу вашего сайта. Да. Так как я представитель другого мира, другой страны, и у вас очень много, я вижу по вашим встречам, очень много русских людей из Европы с вами желают общаться. У них большой интерес. У меня вопрос, а может быть предложение. Так как это очень разные культуры. Запад, Европа и Америка, и вот Россия. То на вашем бы сайте я бы выделила как отдельную программу беседы именно, так сказать, с представителями западной культуры. Потому что в этом есть своя специфика, свое понимание ситуации, свое прочтение Библии, совсем отличное от вашего прочтения. Вот это бы мне, например, хотелось бы отдельной графой прочитывать и анализировать. Понимаете, о чем я говорю? Понимать-то понимаю, но я теперь жду в окончании вашего предложения и потом скажу, как мы пытались это сделать. Это уже для нас не новое. А, не новое, да? Ну, например, я давно, как давно, может быть полгода, может быть раньше, ваш человек играл на гитаре, озвучивал ваши стихии. Да, Виктор Саш. Вот, он женился на девушке из Франции, русскоговорящей. Да. Вот, и я за этим стала следить. Одно, один ролик за другим, потому что любопытно, как она адаптируется к России. Да. Да еще не просто к России, а к глухомане вашей, к провинции. И потом обрыв. И до сих пор я не могу найти. Вы перестали с ними встречаться, ходить к ним в гости. А это очень интересная тема. Адаптировалась ли она или вернулась назад и так далее. Вы пропустили. Там были, когда я к ним приходил, у них были занятия. Когда я приходил, объяснял сон, который видел, и предположительно о них. Да. Вы пропустили эти ролики? Может быть. Но где же дальше, конец? Так и непонятно. У нас девушка, девушка наша, вот, если вы зайдете на наш форум, не на сайт, а на форум, и на форуме зарядите свадьбу. А то просто первую страницу нашу найдите, и там одна тема бракососочетания называется. А, это я помню. Вот она вышла за американца, а она живет в Нью-Йорке. А он болгарин, болгарин, там по каким-то квотам проезжали где-то. И он как хирург приехал и женился на ней. Он повез ее туда. И как только они отсюда выехали, мы сразу на тему повесили замок. Его снять никто не может, и мы не можем. К этой теме не прикасаемся. Они уехали, мы сразу остановили, на этом и все. Дальше все подошло к тому, и с остальной они сами могут открывать. Я не веду это. Точно так и здесь. Мы подошли к теме, тема практически исчерпана, а дальше все надо брать разрешение. Каждый раз мы не хотим, чтобы снимали. Ну, каждый смотрит по-своему. Мы как ремонтируем этот дом, как приходим в этот дом, что делаем. Вот у Виктора и у Иоанны там все это показано. После свадьбы там несколько роликов. Но дальше у нас закончилось по особым причинам. Когда будет истинное желание у них, и они в этом будут участники. А есть такие, которые там они у нас дома. Вместе поем и исполняем песнопение. Это все показано. Почему я... Понятно. Я все-таки уже 25 лет, как я в другой стране. Но вот эта тема эмиграции, это вечная тема. Это больная даже тема. Для людей, живущих... Уехавших из... С родины. А сегодня это тем более очень популярно. Дело в том, что, к сожалению, к сожалению, из вашей общины какие-то девушки вышли замуж и уехали в Германию. Да. Правильно? Да. Вот. Я удивилась, что вы даже это, так сказать, благословили. Очень странно. И они как бы довольны. Так, посмотрите. Лидия, посмотрите. Себя запишите. Книга пороха Исаии, 13 глава, 14 стих. Исаии, 13-14. Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему. И каждый побежит в свою землю. Так что русская земля вас ждет. Спасибо. Комплимент. Приеду, приеду. У меня уже билет на сентябрь есть. Если доеду. Вот хорошо, кстати, билет у меня в Москву есть. Вот к вам, кстати, вопрос. А вот из Москвы к вам, в Барнаул, надо мне покупать, будучи на месте. Да. У вас цены всегда одни и те же или разные сегодня? Какая у вас ситуация? Ну, говорите о ценах, говорите, да? Да везде все меняется. Железная дорога. Тут лучше ехать поездом, не самолетом. О, это... Конечно. Доехать до станции, мы покажем, до какой станции. Или до Барнаула и вернуться тогда обратно к нам. А тут идет, на нашем разъезде останавливается. А московский, он пролетает мимо. Мимо нас идут московские поезда. Мимо наших, мы из деревни. Если по перпендикулярам взять долине, километра два с половиной. Хорошо, хорошо. В сентябре буду у вас. Это плохо, плохо все же в сентябре. Плохо. В сентябре это не тот месяц, когда что-то... Это уже идут и дожди, мы все убираем, тут уборка идет, мы... Вот там все время идет. Хорошо, если бы были и 10 июля. Раньше летом нельзя. Ну, я знаю, что нельзя, я просто говорю. Ну, будем думать как. Ну, сентябрь, ничего не понятно. Дождливая, Сибирь. Картошку только убрали, сразу начинаются тут дожди идут им. А вот именно я американская, вы там уже... Простаем, что я такая американочка, приедет к вам в грязь. Вот и проведем эксперимент. Я хочу побывать в вашей грязи. Ну, я не знаю, это надо уже другое одеяние брать с собой, дожжевики, плащи. Ладно, из Москвы решим вопрос, хорошо? Хорошо. Вопрос, кто такая Инна Мельник? Вы мне дали эту женщину, Инна Мельник, живущую в Пенсильвании. Не из вашей общины, нет? Нет, Инна звать? Да. Да. Инна Мельник. Да, да, понял. А она на меня вышла. Они там связаны с протестантами, с какими-то сектами там разными. И у нас с ней уже два ролика, кажется, было. Беседовали. А, то есть она не из вашей общины? Нет, нет, и мы никогда не знали друг друга. Но она там в Америке, она уже полностью, и дети там ходят в другую. И она хочет, чтобы вся семья к православию пришла. Мы один раз только беседовали. Да, один раз. Можно один раз. Ну, хорошо. Значит, я поняла, она не из вашей общины. Хорошо. Хорошо. Так, теперь первый вопрос ваш. Давайте, мы не закончили его. Вот, когда у меня стали выходить книги, то была предпринята попытка перевода на английский язык. Нашли два переводчика, но они не природные американцы. Я не люблю переводы недоброкачественные. Мне нужен человек, который, во-первых, предан этому делу был, а во-вторых, для него, ну, как у Альберта Швейцера, спросили, какой родной язык. Вот, мать там, францужен, с кого немец. И он думал, думал, какой, в каком, во сне разговариваю, говорит, вот, тот мне родной язык. И вот здесь мне нужен перевод самого высокого полета, чтобы он тонко мог чувствовать, о чем там есть. Чтобы человек был на такой совестливый, как отец Александр Мей. Когда мы беседовали, я сказал, вот, Хвольцин, переводчик, Саваитов, и там, Павский, вы могли бы так перевести, еврейский язык? Он вот так от меня отшатулся. Да вы что? Да никогда. Это человек природный еврей. Я понимаю. Понимаете, как? Как он подошел к этому? Перевод синодальный сделал на таком уровне, православном, что остальные переводы мира все позади его остались. Четыре духовные академии. Самые лучшие переводчики. Хвольцин, крещеный еврей православный. Доктор пилологического университета. Понимаете, какие были люди? То есть у вас этот вопрос открыт? Вы не нашли никого до сих пор? Я таких не нашел. Были, которые начинали переводить, но я, видите, английский я полностью уже утратил. Я проверить мог бы их. Я с американцами беседовал у них, выступал. Я в немецком собрании на немецком языке говорил проповеди. Сейчас я ничего не знаю. Ну, 50 с лишним лет. Все поняла. У вас идея что? Перевести ваш трехтомник или что именно? Или начать с чего? Нет, нет. На нашем сайте. Сайте. Справа написано. Ответ на 4124 вопроса и ответа. На сайте. Сайт во свете Библии. Зайдите просто по Гуглу или по Яндексу. Во свете Библии. Библейский сайт Игнатий Лапкин. Сразу открыт. На правой. Я всегда... На правой стороне 55 папок, в которых вопросы даны. И вот это нужно издать на английском языке. Сделать отдельный сайт или как-то. У меня, когда начали открывать сайт, и что я громко говорю, это я просто глухой. Когда стали открывать сайт, то у нас были сильные угрозы. Я решил сразу открыть несколько отделов в Индонезии, где-то в Японии и в Америке. Ну, сразу мы наткнулись на американца, баптиста. Он открыл нам два сайта там. Два сайта открыл. И платил какое-то время. Но так как те, которые у меня начали работать, они теперь в другом государстве, и так и заглохло. У меня помощников-то хватает. Один решил, парализованный Сергей Козлов, решил вообще переделать. И он сговорился с Израилем, из Белоруссии. Лучшие люди. И они начали заниматься. И он заплатил 300 тысяч рублей. Для меня это... Ну, у меня 6 тысяч в месяц. Представь, 300 тысяч. Да, да, да. И он отдельный сайт создал. Мой. Скопировали туда. Хороший, плохой, я там не бываю. То есть, Бог посылает добрых людей. Войдите в это счет. На еврите, на еврите там, да? Нет, на русском. Там как? А там на русском. На русском. Специалисты, которые в Израиле, на русском. Я думаю, что английский самый распространенный язык. И то, что у меня есть вопросы-ответы, это было бы полезно для многих. Вопросы и ответы, не книги. Но это взято из книг. Из моих книг. Открытым оком. У меня же 30 томов их. 30 томов. А в интернетной версии 33. Три я уже в бумажном варианте не издавал. И вот эти вопросы-ответы, их открывать, тоже так сказать, 55 папок. Отдельно, допустим, еврейский вопрос. Представляете, на него у меня три тома написаны. Я рассматриваю, еврейский вопрос рассматриваю, три тома, три тома по 750 страниц. Ну, там не все только про них. И 176 вопросов. Но тут нету этого. Это ваш трехтомник самый популярный. А это три тома открытым оком. 23, 24, 25. Я рассматриваю во свете Библии Талмут. Это 12 томов. И рассматриваю историю израильского народа за 3600 лет. Кто говорили политики, поэты. Кто, что, как говорил. Вот у меня 18 том. Я разбираю Коран во свете Библии. По сурам, аятам, весь. Этого никто никогда не делал. В сравнении. Это надо Библию просто наизусть знать. Я там и по цифрам, и по продолжительности, и по чтению. И где сходится. С житиями святых. Это 18 том. Но это мусульманам надо заняться. И что о мусульманах за 1300 лет сказали? Какие политики, правители, поэты. Это все в одном томе сконцентрировано. То есть все эти академические труды просто. Мне интересует вопрос вот этот. Вопросы и ответы. И когда вы там откроете, там написано евреи. И на еврейский вопрос я в университетах в пяти преподавал. Я отвечаю 176 вопросов. Для евреев это... Они заходят и говорят, евреи, евреи, я говорю, что еврейский народ это чудо Божие. Они говорят и чудо Божие, что вы, русский человек, это понимаете и говорите так об евреях. Евреи самую высокую оценку дают этому труду. Об евреях. Что говорит Библия? Как надо поступить? Почему они такие? Как мы должны к ним относиться? Я об этом толмлю. Мне это открыто было. Не так. Вот я уверовал 53 года назад. И деформировал бы, реформировал. У меня нет. У меня как будто Бог приобрел, положил. И это только углубление идет. Ни в одном вопросе у меня изменения за полвека не было. Я только углубляюсь. Это тоже чудо Божие, что Бог сделал. Он вас сюда прислал работать вот так. Да, ну вот так. Теперь вот к вам. Если вы найдете нужным, посмотрите на сайте. Там написано ответ на 104 тысячи, 124 вопроса. И вы к папке изберите. Например, воспитание детей, патриархия, евреи, работа, искусство, культура. Ну, любой вопрос. И папка. А в ней вопросы. И написан номер вопроса, из какого тома взят он. Это можно. И он полностью. Одни вопросы. Вопрос ткнул. И открывается полная картина. Я посмотрю. Хорошо. А какая ваша конечная цель? Перед 55 папок это большая работа. Большая. Очень большая. Если начнется работа, то что? Также постепенно ставить на английском языке, параллельно с русским, в другую колонку. И потом подумать, как открыть. Может быть, на наш сайт поставить это. И дать рекламу в американских информационных каких-то средствах. Что вот тут отвечается на английском языке с позиции этой. Я в Америке тем более был. Держу большую связь. Наши родственники. У меня три племянника. И они мои крестники двое. И они женились и вышли замуж за американцев. Они сейчас в Америке. Я очень довольна? Ну, пока ничего нет. Вон, видите, училище Гнесинское кончили. Да еще на отлично. И там они в церковном хоре теперь дирижируют. Это бесплатная работа. Там никто не платит за это. А чем-то надо на хлеб зарабатывать. Где работают, я ничего не знаю. Как будто бы в Нью-Йорке или что-то. Но я знаю, что они на наших ресурсах бывают. Это точно знаю. Хорошо. И вторая, наверное, идея была бы отдельно книгами издать. Правильно? Знаю. Пока так далеко не беру. Это уже там кто-то решит, может сделать. У меня четыре тома стихов книги. Они на сайте сверстаны. Уже все подготовлено. По 800 страниц четыре тома. Я их сказать не могу. Это мои стихи. Я слышу их каждый раз. Вот когда у вас вопрос-ответ, вы начинаете же и читаете каждый раз свои стихи. Да. Почему вы не можете издать? Деньги. Понимаете, в чем дело? Отвоевали озеро Байкал. Там стеллозу бумажный комбинат хотели строить. В этом Валентин Григорьевич Распутин. Большую... Я помню. Я помню. Теперь-то предприятия нету. Лес миллионы кубометров гонят в Китай. Китай делает бумагу и по любой цене нам теперь продает. И теперь издать невозможно. Чтобы издать по тысяче экземпляров четыре тома. Это где-то два с половиной миллиона нужно сегодня. Тем более, они у меня намечены, собраны в фотографии из поездки по всему миру. В каждой книге 160 полных листов фотографий будет. Светлых фотографий на вилонной бумаге. Еще раз скажите, сколько будет томов стихов? Четыре тома стихов. Четыре. По 800 страниц. 800 страниц каждый. А размер листа, как вот этот, который трехтомник у вас. Вот такого размера. И такие же фотографии на такой же бумаге, которая у нас фотография. Называется мелованная бумага. Сколько это стоит сегодня издать? Порядка двух с половиной тысяч. Миллионов. Сцены 18 раз поднялись. Когда я начинал издавать книги. Не 18, а теперь уже 21 раз поднимались сцены. Они покупают зарубежную. Которую в типографии издают. Ну книги, как изданы? Скажите, как изданы книги? Ваши? Да. Прекрасные изданы, что вы. Ну вот. Очень хорошо изданы. Они видели в библиотеке у Путина. У Путина. Да. Президента. У Медведева и у Патриарха. У меня, что книги-то я издавал. Около 90% я бесплатно развез. Я знаю вашу историю. Оленьку продаю. Я всю вашу историю знаю. Вы знаете их наличие. Еще раз скажите. Два с половиной миллиона рублей. Один том или четыре тома? Четыре тома. Четыре. В тысячу экземпляров. Вот такого формата, как у вас эта книга. Размер листа такой же будет. Также с круглением корешка. Ну, сделай, может, ламинированное. Хорошо. Хорошо. Так. Хорошо. Хорошо. Один человек у меня есть. Это тот самый, который перевел отца Александра книгу, вот, которую я привозила, презентацию. Да. Он священник на пенсии, свободного времени навалом. И он, его хаби, он переводит Бердяеву всю свою жизнь. Это его, Бердяев, это его кумир. Поэтому в этом смысле у него есть опыт. Только одно дело, он медлительный человек. Его ничто не торопит. Надо мне его так заводить немножко, наверное. Вот. Вот и все. Но чтобы его заводить, мне надо выйти на пенсию. Вы знаете что? Должны сразу работать не с одним человеком. Потому что материал большой. Перевод должен быть хороший. Если вы одного найдете, скажите. А они такие, знаете, бывает такой саховой метод. Они друг друга знают. Скажите, найдите людей, которые преданы Христу. Независимо, кто он там, мусульманин будет или кто. Христу, чтобы был предан. Чтобы знал язык американский, как американец. Вот как Набоков Владимир знал. Он был, знаете, как кентавр. Он одинаково писал книги. Лолиту писал и на английском, и на русском. Игнатий Тихонович, та эпоха прошла. Сегодня совсем другое время, увы. И наша американская эпоха, где все гоняются за долларом. Вот. И никто не работает бесплатно. И, ну, в общем, тяжелая ситуация. Говорю вам честно. А вы им скажите, скажи, я человек, который всю жизнь доработал бесплатно. 44 года начальник детского лагеря. Бесплатно. Да всю вашу историю я знаю, знаю, знаю. Увы, пока вам ничего обещать не могу. Только, может быть, действительно с этим отец Стефан с ним переговорить и что-то начать. Да, это дело надо толкать. Может быть, даже мне проще найти деньги на ваши четырехтомных стихов. Так, смотрите, еще что. Вы его сначала заведите на наш сайт, сами пароверьте. И скажите, на выбор. Знаете, так это, ну, внезапно. Раз, зашли и на скидку. И откройте, посчитайте, вам понравится или нет. Ответы даны по четырем параметрам. Любой вопрос. Что говорит Святая Библия? Что говорят святые отцы? Это 300 томов фолиантов. Из них надо было выбрать по нежной теме и ткнуть. Третье. Что говорят каноны церковных? Книга правил. И четвертое. Жития святых. 1173 биографии. Материал очень и очень глубокий. Это надо уже идти куда-то в духовные семинарии. И Джордан Вилл монастырь там копать переводчиков. Потому что это, увы, эти книги-то будут востребованы в монастырях и в семинариях духовных. Даже можно сделать... Слушайте, Лидия, можно сделать так даже. Если он будет смотреть, скажет, вот этот вопрос идет, ответ подходит. А вот эти поставки под вопросом, которые, ну, не по его убеждению-то. Он может выйти на меня, я что-то поясню, может что-то в вопросе урезать. Я иду на все. Дело в том, что к нам на занятия в университет ходили старобрядцы. А у меня издавались... Вот к истинному православию у вас есть книга? Ваша еда, конечно. Да, так вот она же из маленьких таких крещения. А для слова Божия нет уст, я вам посылал. О, во, 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 во. Это второе издание. Видите, все на молейполочке рядом. Вот, и там отдельно о молитве. По уголовлению видно. О слове Божьем, о войне. Так вот, я эти... Брал с собой материалы, газетные мы издавали сначала в университете. одном. Я, видите, как у меня знакомства большие, а у них университетская газета 999 экземпляров. А вкладыш не ограничен. Я прихожу, плачу деньги, экземпляр внутрь туда 25 тысяч. На 2025. И тут же выкупаю. И потом бесплатно везде распространял. А потом, когда уже 14 таких материалов было, я был в Америке и предложил на рассмотрение архиепископу Антонио Синкевичу в Лос-Анджелесе. Это самый строгий из всех был. И он все осмотрел и все одобрил. Я посылал Лосику профессору. И он одобрил. Он был епископ зарубежной церкви в Лос-Анджелесе? Да, он зарубежный. Зарубежный. А сейчас вы не знаете? У вас нет контакта? Он умер. Контакта пока нету. Скоро я отойду, туда будет контакт. Пожалуйста, не спешите. А мне очень хочется с вами встретиться. Так, вы поняли, что я сказал? Материалы эти проверены, одобрены. И если человек... Вот соробряцы к нам ходили, и они говорят, почему вы не издаете отдельные книги? Говорят, зачем газеты? Я даже не понимал этого. Они говорят, ну, газета там перегибаешь. А книги в атакистовом православии не было. А они меня подбили на это. Но они говорят, мы бы помогли вам, но только условия. Все, что было после Никоновской реформы, Игнатия Брещанинова, Серапима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Феофана Затворих, чтобы вы выбросили оттуда. Я и на это пошел. Но у них что-то не заладилось, и к хорошему. Поэтому я издал полным текстом теперь. Я иду на очень многое, лишь бы главное достичь цели. Чтобы до людей это все дошло. Да, именно так. Опять же, вы же принадлежите зарубежной церкви. По сегодняшней день. Хотя нас они и покинули уже. Как они вас покинули? Очень просто. Официально? Ну, как официально сказать. Официально было так. Надо историю как-то... Владимир Владимирович Путин был там. А он бывший полковник КГБ. Он бывший не бывает. Он сегодняшний такой же. И у него там надо, чтобы работать было. А зарубежные теряют пасту совсем мало. Было примерно пять миллионов. Мне говорит это не кто-то. митрополит Виталий, который был представителем Кустинов. А теперь 300-400 тысяч осталось. Сейчас еще меньше. И им запрещали тут причащаться в России. И они сказали, давайте, чтобы канонически признать друг друга. Акт о каноническом общении. И в это дело вмешался Путин. И тогда те пришли к нему на встречу в Америке. И отсюда завертелось тогда. Речь шла только о признании благодатности одного и другим. Но я знал, но это мне становится. Дальше они стали тайно делать. Уничтожить все приходы зарубежные. А кто пойдет на это? И образовалось 13 юрисдикций. 13 вместо одной. Они потеряли многое. Единственное, кто остались, никому не пошли, только мы, две общины наши. И они не могут ничего сделать. Мы две общины. Мы никуда не идем и не уходим. Митрополит пишет, что я благословляю вас подойти под марафор местного епископа, патриархийном. У нас закон к патриархии никогда не пойдем. Мы знаем, что там есть. И поэтому вот приехал митрополит, а этим делом курировал патриарх Алексей Второй. И теперь держит на контроле патриарх Кирилл. Нас. Это мне уже передали епископы наши, патриархийные, которые там были. И они сказали, решено, чтобы вас не трогать. Я понимал, это они не будут трогать. Им выгодно показать. Потому что мы признаем, митрополит патриархийный к нам приезжает, служит, наш батюшка приходит у них, служит. Дети наши пошли тут все приучестились у них, но задача, кто-то подзуживал там их, там дворки на эти разные предатели, чтобы приходы были уничтожены. Два прихода уничтожать-то некого уже. Все перешли, определились, куда кто. Кто к Агафангелу, кто к Тихону пасечнику, кто Антонию, это которая зарубежная церковь, Орлову перешли. Это та, которая, осколок остался зарубежной там. Мы никому не пошли, мы сидим на месте, мы работаем. И они поставили задачу нас уничтожить. И поэтому подбили нашего Илариона и сказать, что у меня приходов никаких нет. А ему зачем? Кто это ваш Иларион? Капрал, который предстоятель сейчас там Иларион зарубежной церкви в Америке. А, так, так, зарубежная. Метрополит Иларион, Капрал, фамилия его. Да, да. Откуда? И он прислал бумагу, что нас благословляют, а мы никуда не переходим. И он нас бросил, как бы, говорят. Нас это не касается, как он может бросить? Ну, видит волка приходящего, бежит, так виноват того не я. А сам он сидит здесь, этот митрополит? В Нью-Йорке, как? В Нью-Йорке. В Нью-Йорке, Капрал, митрополит Иларион. Мы с ним знакомы, близко, ездили даже к Баптистам там, он сам, в Америке, когда я был, он был секретарем. У нас такие были беседы с ним. У меня фотографии с ним, где мы стоим, митрополит Виталий и он рядом. Дело, вот видите, все одно за другое, как Дядь Щукарь, говорит, сцепляется-то. Я поняла. Вы знаете сами, Игнатий Тихонович, что те времена, это не сегодняшние времена, те времена Америка стала заигрывать со многими вещами, рассчитывала на огромные выгоды, большие ставки ставились. Правда? Да. И вас хотели купить. Я помню, вам там и трактор подарили и так далее. Не было, не дарили, не было. А, не дарили, да, а я помню. Это были только слова. Вот, видите, значит, у нас ничего от них нет, только привезли лопаты и кирки. Две кирки, две лопаты, кажется. Ну вот, а сегодня более жесткий, Ведина. Хорошо. Значит, а почему вы не пытались с этим капралом выйти на контакт? Почему не пытались? Мы все время приглашение им даем. Он летом должен быть в Барнауле, тут паломническая группа какая-то будет у них. Батюшка с ним переписывался, вообще все нормальные отношения. Батюшка, наш отец Аким, с ним встречался, наверное, раз пять. И в Австралии, когда он был, он был австралийским, был до избрания после Лаврата. В Америке был, вот когда было. У нас отношения очень хорошие. И вот там, а теперь он под властью патриархии, видимо, даванули его, и он, а у меня приходов тут нету. Он дал. У нас приходов нет, а мы-то остались двое. Два прихода. И вы сами знаете. К Евангелии от Иоанна 10-12, запишите. Евангелии от Иоанна 10-12. Видит волка, приходящего, и бежит наемник-то. Для нас он сделался наемником, видит патриархийных волков и побежал. А мы-то при чем? Потому что вы за эти годы должны понять, что все это переходит в политические игры. Правильно? Я не играю в них. Я со Христом. Не вы, а все вокруг вас. Ну, пускай играют. Вот. И к вам хотели вас купить то там трактором, то еще чем-то. Купить вас, заманить чем-то. И получилось. До сих пор не получилось. Почему я вспомнила зарубежников, ведь именно здесь, недалеко от моего места, где я живу, пять часов отсюда, тот самый монастырь Джордан-Вилл. Да. Это самый главный епархий, центр зарубежников. Да, я знаю, я там жил, жил там. Вот. И именно там же это самое, ну, семинария, где учат нас, священникам, зарубежной церкви. То есть, по идее, это идеальное место, где эти самые молодые люди, или русские, с хорошим английским, чтобы быть священником, либо больше американцев, обучаются быть священниками православной церкви. Вот то самое место, где два языка присутствуют, и где могла бы быть эта работа переводческая. И им же выгодно, у них же есть там книжный магазин. И они типографии есть. И книжный магазин. Именно они там издают и журнал свой, и книги на двух языках, и продают. Именно там это единственный неплохой магазин, где в общем можно купить хорошую литературу православную. Понимаете, вот что. Но ведь если я со стороны появлюсь там, трудно как-то их заинтересовать. Надо нам с двух сторон. Надо бы вам писать письмо туда, вот с вашим этим проектом. Я вам предлагаю свой материал переведите на английский, опубликуйте, продавайте, ваши деньги. Мол, вы отдаёте свой материал и не требуете, как сказать, авторских никаких. Нет, не пойдёт так. Только кто-то должен взяться там. Я благословляю и хочу это. Больше я ничего не могу сказать. Не переводить, ничего мы этого не будем. Дело в том, что если кто-то из них согласится, ему надо сказать заранее. Эти книги очень необычны тем, что они никому не угождают. Я никому не заглядывал в глаза. Всё, что я отвечал, я выпросил на молитве. Я ни патриарху, ни президенту, ни зарубежной церкви никому не угождал. Я знаю вас, вы мне не рассказывайте. Просто этот Иларион, он по характеру, он консерватор или прогрессивный человек? Какой он по натуре? Понимаете, вот вы так задаете вопрос, я по-другому отвечу. Это русский медведь, который долго лежал в одной берлоге. И он собирает... Этот монастырь такой есть, большой медведь спящий, ленивый, толстый и жадный. Почему я из зарубежной церкви ушла? Я вам говорила. Поэтому я о нем сказать сейчас ничего не могу. Но знаю, что патриархия его давнула, и он бросил, как бы, общин нету. Как нету, когда мы? Мы есть, вот они. И такого в истории, мировой практике за 2000 лет не было. Ни с того, ни с сего. А у меня никого нету. Хотя отношения хорошие с батюшкой и со мной лично знакомые. Видите, даже способен на ложь, чтобы только со своей теплой печки не слезть. Ну, как, я не могу даже рассказать, вот понимаете насколько. К сожалению. К сожалению. Хорошо, ладно, не будем... И на 10-12. Мой ответ здесь. Я посмотрела, да, посмотрела, посмотрела. Хорошо. Да. Просто этот монастырь тоже такая теплая печка, которая такая теплая, такая комфортная, что туда и... Нету свободного места. Лидия, мне нужна помощь ваша. Послушай, когда я был там, то я предложил тему, будущее русской эмиграции во свете Святой Библии. Они широко разлекламировали, были китайцы, корейцы, с переводчиками. Я сказал, во свете Библии, на основании святых отцов, что ждет русскую эмиграцию? Понятно? Что ждет, когда? Когда ждет? 90... Но это было в 92-м году, в июле месяце этого. Я знаю, я знаю. Теперь, когда момент, когда я там был, и как дальше в это должно идти, согласно Слову Божию. И ко мне подошел один человек, сейчас, как мне кажется, черноволосый, сухощавый, роста примерно моего, и говорит... Монах? Ко мне подошел один человек, там, в Жорданвильском монастыре. Монах? Не знаю, по-моему, не монах. Думаю, что нет. Но у меня мнение сохранилось, что он учился в семинарии. Звать его Иосиф Дегранде. Иосиф Жозеф Дегранде. Дегранде. И он... Странный мир. Он говорит... Грузинское имя такое. Он говорит, вы примете от меня деньги? Я говорю... По-русски говорил? По-русски. По-русски. Но, знаете, даже тут и то могу ошибиться. Сейчас столько раз проворачивал. Мне кажется, по-русски он сказал. Потому что в семинарии учился. Так он по-русски же учился-то там. И он мне выписал чек на 5000 долларов. И сказал, я бы хотел у вас побывать. Я уехал. Я не знаю, кому послать. Но ведь прошло-то не два дня с 1991 года. Я писал в Жанданвильский монастырь. Писал знакомым. Найти его. Никто его мне то ли не искали, то ли не могли найти. Я внутри себя чувствую, что я остался должником. Я с вас снимаю это чувство, потому что в этой стране если дают деньги, это подарок. Абсолютно сто процентов гарантирую, даю гарантию за свои слова. Если вам даются деньги, Игнатий Тихонович, это подарок. Нет, здесь не о деньгах речь, а о нем. Он хотел побыть у нас и хотел, чтобы я сделал ему вызов сюда. Но я не знаю, куда послать. Мне нужны его данные. А когда вы брали чек, почему вы тут же не взяли у него и адрес? Ну, почему? Балбес, сэр. Ага. Американского там зашли, в американской тюрьме специально сейчас скажу, есть такое, где родители дают детей, чтобы они арестованы, жили месяц в камере. Не послушать-то. Ну, и советский пришел и здоровый американский там парнишка, лет 14, и с ним разговаривает, говорит, а почему ты оказался здесь, родители, не слушался и щелкнул каблуками. А почему балбес, сэр, и опять щелкнул каблуками? Вот я, и я был в то время совершенно не в этом... Я поняла. Вы были в эйфории. Нет, это не было в эйфории, просто у меня это нормально было. Мне казалось, я адреса оставил, он мне напишет, я-то адреса им всем дал. Ну вот. Второй, на чеке в левом уголке всегда дается адрес и имя на чеке на этом. Дело вот в чем, что эти, выписал у меня бумагу, которую там, что чек выписал, он был на канадские доллары. Мне его сразу же, я кому-то тут же отдал, и они перевели на американские, потому что американские и канадские, это разные доллары. Да. Вот. А американские, теперь я здесь уже приходил в Москве и купил целую машину книг, и 3-13 библиотек сделал, и рабицу, материалы для Батеряевки. Тут же истратил. Вот ваша вторая ошибка. Но в уголке всегда есть имя и адрес человека. И вы там потеряли. Я не потерял. Я ждал его. Порядок такой. Я оставляю адрес. Они, в какое время, они пишут, на какое время, что я знал, как это делается-то. Но не получилось. От него ничего нет. Я ничего не сделал против того, что я знал. Все понятно. Игнатий Тихонович, спите спокойно. Если он сам, вы дали ему все координаты, он не появился в вашей жизни, с него это сошло. Поймите, что американские люди или вообще люди Запада, это не русские люди, которые сгорят за свою идею. Это люди очень спонтанные. Понимаете? Спонтанные. Ветер подует сюда, ветер подует сюда, идей много, в итоге одна пена. Поэтому у него был шанс появиться. Он не появился. Эйфория прошла. И он не захотел приезжать. Нет, я рассужу по-другому. Он мог выехать, какие-то дела были и потерял адрес. Я сужу по-другому. Виноват я. И мне нужно его найти. Я должен пригласить его. То есть для меня ничего этого нет. 25 лет я отмахиваю, я его приглашаю. Да, вы мне эту головную боль такую задали. Искать человека. Непонятно, какая фамилия. Тигранде. Дигранде. Д, 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 Димитрий. Первый, но тем более, Дигранде. Я по-букам. Дарья, Иван, Григорий, Роман, А, Антони, Д, 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 Димитрий, Е, Евгений. Все, все правильно. Но это не легче все равно, 25 лет. Ничего не могу. Однако, где встречались, и время июль, мое выступление, Жорданвильский монастырь. Там можно найти. Он назывался семинаристом. Июль какого года? Ничего не знаю. Какой год? 91-й. Вот. Июль месяц. Июль. Записала. Ничего здесь не обещаю. Отношение к монастырю у меня очень скептическое. Ну да. Это тоже так все. Так все шатко и балко. Здесь ничего не могу обещать. Но относительно денег спите спокойно. Уверяю вас. И говорю, ему легче вас найти было бы сто раз. Семинаристу. Много было шансов. Я еще скажу что. К этому. Если у человека есть хоть один процент сомнения, что я деньги не по назначению пущу, я никогда не возьму. Только на сто процентов. Он дает не для меня, а для Бога. И тогда только я могу взять. Говорю, еще раз повторяю, насчет денег спите спокойно. Это стопроцентно проверено. Американец или человек Запада дает чек. Это подарок. Все. А насчет приехать в гости туда-сюда, это тоже все отдает спонтанностью. Человек загорелся. Вы же человек горящий. Вас послушали, и там все заполыхали. И он в том числе заполыхал. А потом вы исчезли, он остыл, и все остыло. И время проскочило. Это один вариант. А это один вариант. Вариант, который меня исключает. Я беру другой вариант, по которому я должник. Я его все время прорабатываю. Он потерял, он... Это русская душа. Это русский характер в вас. Понимаете? А я уже говорю, со стороны другого мира, в котором я живу. Поэтому спите спокойно, пожалуйста. Я попробую. Если я буду связана с монастырем, с вашим митрополитом Ларионом, я попробую. Вот. Но почти нулевой результат, уверяю вас. Так. Еще добавлю. Перед тем, как с ними разговаривать, вы зайдите на сайт, на вскидку. Посчитайте некоторые вопросы, ответы, вы сами уже поймете, нужно или не нужно это. Я делаю такие... А, ваши? Кирилл. Там, где, видите, разбор выступления, так как папка. А там в ней я беру 60 вопросов и ответов к митрополиту Кириллу. Он митрополит был тогда. Как ему задают вопрос, как отвечают. И дальше я, как надо было отвечать. Патриарх Алексей II. 60 вопросов, которые ему задают. Тут же даю ответ, который ему дают. И дальше, как надо было. Я и говорю, этот материал будет уникальный по глубине. Это академический, уровень. Это, понимаете, дальше, митрополит Саробряческий Андриан. 60 вопросов к нему, как он отвечает и как надо было отвечать согласно четырех параметров Библии, Святых Отцов, Канонов и Житий. Они ничего не берут внимания. Я беру дальше особенно известный Максим Козлов. Он преподает в МГУ. Дальше. Амросий Юрасов. Его такие же книги. И я их разбираю. Это все в одной папке разбор выступлений. И когда вы просчитаете, это ответит, никто не ответит никогда. Это надо знать то, что я говорю по счетовым параметрам. Выборка. Вот 12 томов, я на Златоусе насчитал, а мне нужно непременно узнать, какое участие принимал человек, допустим, в революции. Вот у меня 26 том открытым оком. Вы его найдете в нашем сайте-то. Это я студентам говорю в университете. Вот этот месяц на все вопросы, на записки я отвечаю на основании поэзии. Что сказали по данному вопросу, который вы мне задаете, который, не знаю, 300 поэтов России за 300 лет. Вы понимаете? Это 20 тысяч пайлов. Я проворачивал в голове вот так. 20 тысяч пайлов. И на каждый вопрос я отвечаю из шести поэтов. И на каждого поэта нужный эпиграф из Святой Библии. Эту книгу мгновенно сметает с прилавка, где она есть. Это и там же фотографии. Но ведь уже два человека. Это в фотографии. Уже два человека сказали о вас. Дмитрий Быков, интеллектуал литературный и Кураев, интеллектуал теологический, сказали о вас, что вы это вообще такая глубина, такой уровень академический. Сегодня нет таких. Они оба. На этом сошлись. Поэтому именно я и думаю, надо здесь как-то найти уровень академический, чтобы те же самые семинарии и академии поняли, какое сокровище они могут иметь. Так я вам скажу другое сейчас. Когда я был в семинарии у них там, я сказал, я три года работал над канонами, каноны, книга правил. Сравнивать с тем, что есть в жизни. Я не просто заучаю, а именно с Библией и сравниваю, какая обстановка наяву. И я нашел. Всего 989 правил. Это не Осипов, никто не знает. 989 с декретарем Истиниана, императором. Но действующих 719 правил. Действующих. Из них 413 нарушаются каждый день. Я когда в семинарии там в Гордане дал, в Жорданбиле, они мгновенно, давайте, я говорю, у меня все дома, материал-то здесь. Здесь я дал, его тоже сразу хотели напечатать, но у меня еще не было отпечатано как надо. Это материал. Они хотели 8-й том настольной книги священнослужителей, самый капитальный труд патриархии. Дальше. И студентам я говорю, вот в следующий месяц я буду отвечать вам на ваши любые вопросы согласно жития святых. Это 12 томов Димитрия Ростовского и 2 тома на столе книги. И я отвечаю, это 7-й и 8-й том. 7-й и 8-й том открытым оком. Это в интернете. Вот вопрос задают какой-то, и я отвечаю выдержками. Это 1173 жития, а допустим вопрос стоит о воспитании детей, о будущем, о сне. Я должен выбрать, там может быть строк 15 всего из определенного жития я в определенном месте выдрать что-то и вставить. Иногда до 20 житий задействован на один ответ. Понимаете, что это такое? Кто, вот вы, кому это все рассказывали и кто так удивлялся и нуждался в этом материале у вас вырывал? Кто это были? По именам не знаю. Здесь я знаю архимандрит Иннокентий. Иннокентий вот в патриархии который был. Мне передавали, я ему посылал. Но у меня было настолько плохо напечатано, что он вернули мне, они работали-работали, там оторванные концы и не было этого. Теперь, когда я сам из зала, то получилась симфония на жития святых. Вот когда я по житиям говорю, вот перевод начать, допустим, семинаристы, кто-то знает, пусть бы они заглянули. Жития святых были настольные книги, щитименея, Библии-то не было в России. Пусть тысячу лет. И я их разбираю во свете Библии. Жития святых 1173 биографии во свете Библии. Вот любое, что они делают, я рассматриваю, как Библия говорит и как надо поступать. И почему они сказали, не знали, боялись или забыли. Понимаете? И точно так, 26-й тонн с поэтами. Люди еще не знают, что оставляю им. Опять, Игнатин Ильич, вы в Джордан-Вилле это все читали. Они были... Таких не было, нет. Я дал только о правилах, о правилах, о нарушениях правил. 719 правил, а 413 нарушается. Какое правило, какого собора, почему нарушается? Кому вы эту лекцию читали? Кому? Это было не в лекции. Лекция была о будущем русской эмиграции в будущем. Вот эта лекция была большая. Они везде афиши вывешивали. А это была не лекция. Я там, когда был с ними, собрались там эти монахи, и я им сказал. Они прям меня вот так схватили сразу. Ну, все понимают, какой материал-то. Вот пример... Монахи. Монахи. Маленький пример. Мы сидим в синоде. А секретарем был теперь который первосветитель Иларион. А на него кто-то нападает. Ну, а я сижу у него тут недалеко, там, напротив стола, ну, метра два, и сижу там, журналы листаю, а эти двое на него нападают, и видно сильно. А кто они? Ну, кто они? Мирские. Какие-то представители. Внешние. Они как в светской одежде. Православные какие-то, других приходов. В светской одежде, или они вот в черно-монашеских это пришли, мне показалось даже муж с женой. И они на него что-то нападают. Обыкновенные мирские люди. И когда они вышли, ну, видно, что церковное. Это определенно. Тут был архимандрит из Греции. Я его тоже зажал там. Что вы наделали с Россией? Это реформа Никона-то. И он, мы знаем, ничего вы не знаете. Вы раскололи Россию, говорю, пополам. И вот эти, когда люди вышли, а он сидит, что-то такой, это Теларион, это епископ, он секретарь был в синоде. И сидит такой, запечалился. Я говорю, Владыка, а вот эти люди-то были, они не правы. Так почему же не правы они? Я говорю, Гангский собор, правило 15-е, я говорю, вот так. А в Анкирском соборе 17-е правило, вот так. Да вы что? Я говорю, правда на вашей стороне. Он раз, так, подожди, он их зазывает обратно и сразу говорит, так вот, смотрите, я поступил по правилу. Он мне говорит, так, подождите, у меня, говорит, еще тут пришли, сидите здесь. Так вы что наизусть знаете? Я говорю, я три года на них пасся на канонах. И вот, и он тогда начал их вызывать, а я сидел, помогал ему поставить на место. Ни в одном вопросе он не был неправым. Вы его спасли. Вот сейчас нападает на патриарха Кирилла, что он встречался с папой. А у меня как раз тут о патриархе много написано там, в патриархии найдете вопросы и ответы на сайте там. Ну, я говорю, что он говорил, что он не рожденный свыше. Он не знает, я раскладываю, кто он такой. Но когда на него стали нападать, я сейчас за патриарха. Мне говорят, вас не поймешь. Я говорю, вы справедливо нападаете. Что вы боитесь католикам? Это уже все окатоличное. Крестите неправильно, бритые, в галстуках сидите. Что вы схватились-то? И сейчас люди, вижу там, конгрессы идут, патриарха не поминать. Прямо в самой патриархии сейчас раздел этот идет. Но тут на меня, водкой, табаком торговал. Сейчас на него нападают несправедливо. Ему нужна помощь. Я в молитве выпрашиваю, как мне себя вести. Другая эпоха, да. Вот они не понимают этого. У меня задача, чтобы человек не был потерян для Бога. А они этого не знают. Им задолбить надо его. Патриарх, гомосексуалист, сатана с сатаной встретились. То есть, конца края безумия нет. Я говорю, о нем нужно усилить молитву, чтобы Бог защитил его от монахов. Ладно. Вернемся опять в Джордан-Вилл. Короче, в этом монастыре вам известно только одно имя. Иларион. И все. Других имен вы не знаете. Что не знаю? Других имен вы не знаете. Там были, которые, какое время было, какой-то у них там рядом скиток был. И меня повели туда. Туда напали сатанисты. И как они крест там ломали, как там оправились. В этот момент я был там. И меня они туда водили. Я даже не знаю имен их. Молодые ребята в типографии работали. Они все до одного ко мне расположились. И тогда был там Владимир Русак. Я у него там был. Который написал пир сатаны. Свидетельство обвинения. Трехкома. Я у него был. А ночевал я в Жандарвилинском монастыре. Мне понравилось у них там. Потому что ночные молитвы там были. Я когда приезжал в Синод, ну там приехали мы с Вашингтона я был у Виктора Потапа. Ну как? Я говорю, не понравилось. Ну, дальше. И опять не понравилось. А когда вернулся из Жандарвилин, там был Гаккандратюк, Архимандрит Арсений. И он говорит, ну и как? Я говорю, понравилось. Я говорю, а что понравилось? Я говорю, ночные молитвы были. Он говорит, да какие это монахи. Это шпана. Вот мы были монахи. У них что там есть? Три курицы. А у нас там было четыре тысячи куриц. У них коровы ни одной нет. А у нас 350 коров было. Он прав, он прав. Он прав. Есть больше всего показухи. Этот весь монастырь это одна декорация. Ну ладно. Не буду вас разочаровывать. У меня к вам последний вопрос. Все-таки вы можете найти те церкви, кто все-таки еще находится под опекой зарубежной церкви? Конечно. То есть я дать не могу. Вы спросите. Это в Нью-Йорке? Нет. У них, у этих людей, кто найдите, мне нужны еще больше имен. Нету, нету, нету. Я не могу сказать. Это на одном месте надо зайти к ним и там узнать. Вот знаете, есть такой приход какой-то, я сейчас не знаю, где там был у них. Дутиков, отец Севолод. Дутиков. И он умер. У них сейчас отец Дмитрий. И девушка, которая у нас вышла замуж, она у него находится. У них там Дмитрий теперь. У него где? Где это? Ну, где-то близо, недалеко от Нью-Йорка. У нас большая деревня, нелегко найти. Ну, ладно. Ладно, мне просто туда придется поехать. Вот узнать, узнать, где отец Севолод Дутиков был. Он готовил, священной завод у него был. Да, а теперь там Дмитрий. А через него найти эту нашу сестру Наташу. И она теперь, может быть, знает. А? Еще отец Севолод Дутиков. Дутиков. Он умер осенью. А на его место дали Дмитрия. И на него теперь... А они... О, подождите. Они относятся к Агафангелу. Они отошли от этого-то. Вот так. Вот так. Я не могу сейчас сказать. Это надо на месте у них спрашивать, где Синод находится. У них, видимо, там теперь Антоний Орлов. Антоний Митрополит. Никита Орлов. Мне Синод не нужен. Ко мне ближе в монастырь. И мне легче поехать в монастырь и с кем-то выйти на контакт. Буквально с вашей книгой. Даже вот я что думаю. Если наша беседа будет выставлена. Обязательно выставлю. Я сделаю на диск, сделаю копию и с этим диском поеду в монастырь и кого-то найду, с кем, кто это все прослушает, чтобы разбудить человека. Этот человек услышит вас, увидит вас и проснется, и начнет бурлить. Я, может быть, сегодня ночью уже выставлю, утром уже будет стоять. Ну, хорошо. Я постараюсь, если техника не сломается. Не спешите, но вот ничего, если такая идея, чтобы в монастыре вас увидели и услышали вас, что вы, всю вашу историю, что вы сегодня, как называется, хомлесс, ваша община на улице, бездомная, брошенная. Но она не брошена. Мы поминаем его и все. У нас ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Это понятно. И мы, скажите сразу, мы не идем ни в одну юрисдикцию. Почему? Там нужно сказать, признать, что московская патриархия безблагодатная. Мы на это не идем. Вы знаете. Это я знаю. И в патриархию мы не пойдем никогда, потому что они не осудили сергианство, и они там на меня лютыми волками за книги. Мои книги, они изымают из библиотек, перетаскивают в семинарию, но нигде не сжигают, нигде не сжигали. И они их берегут почему-то у себя. Почему? Не знаю. Потому что втихаря выписывают главные элементы, и потом в лекциях используют. Мне и говорят, вот тот выступал священник, ну где-то там, это, говорит, ваши слова. Берут, прям цитируют где-то. Да, может, ваш стиль. Ваш стиль открыл везде. Очень яркий. Огненный ваш стиль. Так, вот если мы сейчас подведем итог нашему разговору, самое важное для меня сейчас не книги, не встречи, а именно на сайте вопросы и ответы. Перевести на английский язык. Почему? Потому что людей, они тревожат больше всего. И правильно поставленный вопрос и правильно данная информация поможет ему определиться. Я никого никуда не тащу. Я просто говорю, вот так говорит Библия святая, вот так говорят святые отцы, вот каноны говорят. Это все я слышу и вижу, Игнатий Тихонович, не переводите мне. Я это вижу. Я вижу, как горячие лица к вам обращаются. Вот на днях, вчера-позавчера слушала долгую беседу с каким-то баптистом, таким небритым. Он вас замучил своими вопросами. Кстати, тоже живет где-то в Америке. Я поняла, но мне бы найти все-таки каких-то людей побольше имен, кому конкретно ехать в этот монастырь. Нету, все начинайте с нуля, без меня. Поболитесь, и я буду молиться. Господь вам даст людей, потому что я знал 25 лет назад. Никого уже нету. Но о чем мы говорили, это знаете, но даже маленький пример, может вы слышали. Когда я был в Сан-Франциско, и там был Антоний тоже, их одни Антонии были, они меня с перекрестом пригласили туда, где мощи, и говорят, вы таких-то знаете, я говорю, я не знаю, но батюшка... Ощица, Иоанна Шанхайского? Да. Шанхайский-Сан-Франциско? Да, да. И вот там они меня спрашивали, вот такие люди просятся из патриархии к нам, вы их не знаете, а то принимаем такие какие-то... Я говорю, не знаю, мой брат знает, может быть. Ну, а как их узнать? Я говорю, очень просто. Командировку потеряю на три месяца. Они будут пить, есть, работать вместе, я вам дам полный анализ. И мы не удержаться. Когда спрашивали ваххабитов, одни говорят, ну вот вы там такие молодые ребята, а у вас, говорят, бывает так, чтобы евреи к вам подселили кого-то и свой был там? Они говорят, это невозможно. А почему? Мы, говорит, только ночью три раза стою на молитву. Он говорит, или будет такой, как мы, или сойдет с ума. Да, больше выбора нет. Я их... которые около меня люди, они или уходят навсегда, или навсегда остаются. Потому что мы желаем, чтобы люди знали Христа. Это главное. У меня нет врагов. Вот из Чикаго написали недавно один кто-то. Я говорю, знаете, нашел такое. Там доктор богословских наук ему прислал данные. Говорит, посчитают в России. Ты говоришь православный. А вот я нашел. Рожденные свыше. Да понимаете, прямо проповедует переход от смерти в жизнь. Но не понравилось, когда он сказал, что баптисты не церковь. Он говорит, баптиста пух и прах разносит, а его все уважают. Все правда. Все правда. Ну ладно. Ну хорошо. Время прошло. Вам надо отдыхать. Отдохнула? Мы уже встали. Не отдыхать. На работу уходят. Ну хорошо. От этой интеллектуальной работы переключиться на другую. Вот еще. Когда будете на нашем видеоканале, то меня попросили, когда потеряю образовывали, я не был щитцом, в храме я не мог проповедовать. Не был рукоположен еще. То я вел занятия в лагере где-то. И старостный был магнитофонщик, и он записывал. И сохранилось немножко. 123 моих занятия по воскресеньям. И теперь мы их насчитываем. Они оборваны, короткие, но у них столько всего. О, мы сейчас сегодня заканчиваем. И они под номерами будут идти на нашем видеоканале. Но они уже там под замками стоят. И поэтому, когда я их распечатываю, они на сегодняшний день не становятся. Я сегодня его ставлю, а он на 107 месте. По номерам надо смотреть. Вы там столько найдете. Там вот сегодня разбираюсь, только телефон. Я говорил тематически. Сегодня был туалет. Так еще можно сказать. Такое узнаешь, что ты скажешь, а я и не знал этого. Я беру все, что Библия говорит у святых отцов. Что об этом говорят люди во всем мире? И как надо поступать? Вот такая тема-то прямо экзотическая. У вас все уникально. Я не хочу вам вас осыпать комплиментами, но я же вижу все больше и больше людей и молодежи к вам выходят на контакт с вопросами, с проблемами. Это говорит о чем-то, что это очень актуально и нет такой простоты и такой искренности, как у вас. Вот. Теперь я буду значит вашу эту строку справа изучать и главное двигаться в монастырь. Других у меня чтобы заинтересовался человек, делал это от всего себя, чтобы он понял это необходимо. Вот тогда дело пойдет. Чтобы он делал не за деньги, не смотрел на время, он выбирал буквально по минутам перевод сделать и дать ну хотя бы вопросов сто по разным. И чтобы люди увидели нужно, нет. Такие ответы, я могу сказать, их не найти в интернете, их нету, просто нету. Я говорю, что прежде всего монастыре поймут, что это уникальный материал для них, для их семинарии в первую очередь. А еще скажите, для слова Божия нету, есть у вас книга, это я послал вам? Для слова Божия нету, белая такая. Белая есть, да, это конечно. Вот там все написано, и как я был в Америке, как меня судили, вы когда меня будете знакомить, возьмите книгу с собой, там фотографии, как меня арестованного ведут, они увидят. Хорошая, да, хорошая идея, возьму, возьму. Но и главное, вот эту сегодняшнюю нашу беседу на диск переведу и поеду с этим. Хорошо. Чтобы вас они увидели и сегодня, и услышали сегодняшнего. Да. Вот. А ваших тогда молитв, чтобы Господь помог в этом деле. Конечно. Так, для меня главные вопросы-ответы. Да, да, да. Книги не будут изданы, меня это уже не интересует даже, я об этом... Главное для меня вопросы-ответы. Это то, с чем человек живет. Он мечется, неправильный ответ, он в нужную сторону не пойдет. Да, да. Дело в том, что мои книги, когда попадают, вот один мне сообщает, я, говорит, ушел к баптистам. Но попала одна ваша книга. Я вернулся, и сейчас доктор богословия в Московской патриархии. Вообще. Вот так. Только комплименты вам, Игнатий Тихонович. Ну. Хорошо. Хорошо, спасибо вам. Если добавляйте, что я говорю, я не кончал никакой семинарии, у меня нет никакого образования. Я просто все вот где набираю. Это моя лестница на небо. Спасибо за общение. Спасибо, Христос. И до следующей встречи. Спасибо, Христос. До встречи. Как Господь делает. Субтитры создавал DimaTorzok.